Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, спросите вы, почему я в куртке? Да, всё очень просто. Это чисто так, для антуражу, чтобы подчеркнуть тематичность канала. А поговорить я с вами хочу сегодня в этом видео вот об чём. Покупать ли новый мотоцикл или всё-таки бэушный? Я знаю, у каждого есть на этот счёт своё мнение, так же, как и у меня. Поэтому я своё мнение решил высказать вот в этом видосе. Это, опять же, сугубо личное моё мнение. У каждого оно своё. Также, ребята, у вас могут быть свои аргументы, у меня могут быть свои в пользу того или иного. Итак, я всё-таки сторонник того, что если есть возможность по деньгам, да, если есть возможность взять новый, то лучше брать новый, чем бэушный. Почему? Я, опять же, буду всё проецировать на свой собственный опыт. Почему я, допустим, заказал новый мотоцикл, а не бэушный? Я бы мог взять, скажем, литровый, тот же Fireblade или какой-нибудь ещё такой, более-менее свежих годов, но бэушный. Но я решил взять 650 кубов CBR, но новый 2020 года. Почему? Я, во-первых, новичок, я в них не разбираюсь. Скажу, как есть. Да, я в них не шарю. И покупать бэушную технику я, я боюсь. Я просто боюсь купить какое-нибудь говно, с которым потом можно влететь на большие, опять же, деньги и в конце концов то на то и выйдет. Даже вот смотрю некоторых блогеров, да, которые занимаются мотоподбором, и то они ошибаются. Хотя это уже люди, которые с опытом, которые, скажем так, профессионалы. Есть блогер такой, как Иван Горев, по-моему, если я сейчас имя не перепутал, но фамилия точно Горев. Многие из вас, наверное, его знают, да. Даже вот на его видосах есть так, что купили клиенту, а оказалось, что не едет. И потом, естественно, они его чинят. Естественно, на запчасти-то попадает кто? Клиент тот, кто купил. Поэтому даже профессионалы могут ошибиться, а новички, как я, тем более могут пролететь и попасть на деньги. Поэтому тут, скорее всего, срабатывает вот это. Скупой платит дважды. Это первая причина, так сказать, почему я за то, чтобы брать новый. Так, вторая причина, почему все-таки я бы взял новый. Это он будет реже ломаться, плюс то, что он на гарантии. Естественно, что, допустим, я хочу купить мотоцикл, чтобы на нем ездить, а не чтобы ковыряться с ним. Я хочу быть уверенным в моем мотоцикле, что он меня будет везти с точки А в точку Б. Поэтому я отдам предпочтение новому мотоциклу. Опять же, ребята, это все сугубо субъективное. И нужно, опять же, исходить из возможностей. Но если у вас есть деньги и вариант купить подешевле, но новый, или подороже, но бы ужин. Все-таки, мое мнение, лучше взять новый подешевле. Просто, если вы не хотите ебаться, так скажем, со своим мотоциклом, то новый он куда прикольней. Вот это, собственно, два таких основных аргумента, которые бы я привел в пользу покупки нового магазина. Конечно, ребята, еще раз говорю, это я никому не навязываю свое мнение. У каждого есть свое мнение, свои возможности финансовые. И, опять же, ребята, новый мотоцикл, это все-таки, я бы сказал, как девственница. То есть, если вы хотите... Ну, это, да, то же самое, да, что брать какую-нибудь уже обкатанную женщину, так скажем, опытную, скажем, да, или все-таки взять девственницу. Так что, сами посудите, это то же самое, да. Да неизвестно, кто катался на вашем мотоцикле, кто на нем как вваливал, да, если вы берете бушный. Вы вообще не знаете подноготную этого мотоцикла. Не важно, что вам там расскажет предыдущий хозяин. Может быть, он... Там ему давали просраться, мама не горюй, он проедет сто километров и сдохнет. А если вы планируете на нем какой-то дальняк, то ура! Сами понимаете, чем это кончится. Развалится где-нибудь посреди дороги и все, и пиздец. Кстати, еще такой нюанс. Покупка в кредит. Покупка в кредит мотоцикла, да. Многие... Я смотрел даже видосы, по-моему, Чужой записывал видос на тему, что кредит мотоцикл ни в коем случае, потому что он может упасть, разбиться, потеряет в цене. Да, кстати, еще что касается потеряет в цене. Приводят аргумент, что не надо брать новый, потому что он потеряет в цене. Скажем так, я планирую брать мотоцикл новый. Я планирую уже изначально то, что я его не собираюсь продавать в ближайшие 2-3-4 года. Что я его беру на какой-то определенный срок, скажем, 5 лет, грубо говоря. Не на год. Исходя из этого, для меня имеет смысл брать мотоцикл с салона. Если брать изначально мотоцикл, опять же, с расчетом на то, что я его на будущий год продам, естественно, это полнейшая глупость брать его с салона. Но люди, которые покупают мотоцикл с салона, они, наверное, в первую очередь исходят из того, что они берут его на какой-то определенный, ну, относительно длительный срок. Поэтому в этом случае имеет смысл покупать. По поводу кредитов. Опять же, я не знаю, как в России обстоит с этим делом, со страховками. Но, допустим, когда вы в той же Германии берете мотоцикл, допустим, в кредит с салона, вы можете сделать полную каску, страховку. И не важно, что с ним случится. Или он сгорит, или вы его поцарапаете где-то, или вы его разложитесь на нем. По вашей вине, то страховка все компенсирует. Поэтому, даже если он новый и в кредите, кстати, когда вы берете в кредите, по крайней мере, в Германии, насколько я знаю, да, то пока вы выплачиваете кредит за мотоцикл, к примеру, он принадлежит формально банку, а не вам, не вы владелец. Поэтому банк настаивает на обязательном полном страховании. Соответственно, если вы в течение кредитного периода его раздолбали в хлам, то есть не подлежит восстановлению, то вам страховка все компенсирует. То есть вы получите, по сути, деньги за новый мотоцикл. Или получите новый мотоцикл. Поэтому в этом случае вы как бы ничего не теряете, веря мотоцикл в кредит. Неважно, даже не в кредит вы можете сделать полная каска на любой мотоцикл. Будет то же самое. Есть тайль каска, частичная каска, да. Это когда, допустим, там какие-то катаклизмы, землетрясения или там дерево упало. Так вот, ну какие-то такие внешние силы повлияли на то, что ваш мотоцикл пришел в негодное состояние. Или там какая-нибудь зверюга вам там выскочила навстречу, а вы ее сбили, упали, разложили, все. Это покрывает вот эта тайль каска, частичная каска. А если вы делаете полная каска, то там уже не важно, кто виноват. Даже если вы его сами где-то поцарапали, вот шли, как-то так вот ехали, да. И вот, ну вы виноваты, сто процентов. В этом случае страховка тоже все покрывает. Поэтому, я не знаю, опять же, я исхожу из того, где я живу, поэтому мне, может быть, проще смотреть вот именно как здесь. Я не знаю, как в России, в Украине, как вот в СНГ с этим обстоят дела. Напишите в комментариях, как у вас с этим дела обстоят. Можно ли вообще так делать, страховать или нельзя. Ну и вообще, насколько это работает. И работает ли это вообще. Просто здесь, да. А здесь, опять же, еще в Германии есть автомобильные клубы. Также страховки предлагают, помимо еще этого, дополнительную страховку. Это как на слуху. Ну это, по сути, типа автомобильного клуба, только подешевле. И там оно даже покруче получается. Там есть нюансы, да. Я, может быть, как-нибудь в отдельном видео сделаю разницу вот этой между страховками и автомобильными клубами. Ну если кому интересно, сделаю, да. Потом, что касается... Что это значит? Значит, если вы, скажем, по Германии или по Европе, есть, опять же, страхование по всему миру. То есть где-то вы ехали, на дальняк поехали и просто заглохли. Или там разложились, в аварию попали, у вас там клипон оторвался или что. Ну ехать не можете, да. Что, как бы, по-нормальному вы будете делать? Вызывать эвакуатор, оплачивать его, куда-то там тащить его в мастерскую, потом арендовать машину или на чем-то, как-то добираться до дома. Ну, в общем, это все очень хлопотно и дорого получается. Но есть вот эти автомобильные клубы и страховки, которые все это покрывают. То есть вы вызываете, у вас есть специальный номер телефона, куда звонить. То есть вы звоните туда, говорите, там вы там-то, там-то, там-то. Автомобильный клуб приезжает к вам. То есть может приехать механик непосредственно, если возможно починить, скажем так, на ходу по-быстрому. Или же вызывают эвакуатор и вас просто отвозят. Вам автомобильный клуб дает, скажем, машину, на которой вы можете добраться до дома. Все это уже как бы оплачивается этой страховкой, автомобильным клубом. То есть вы ни за что не платите. Вы спокойно едете домой. И все. То есть и не паритесь. То есть все это уже как бы застраховано. Это очень удобно. Да. Так вот, ребят. Все, что я хотел в этом видео, я пока сказал. Если у вас еще какие-то будут вопросы, предложения по контенту, пожалуйста, не стесняйтесь. Пишите в комментариях. Я с удовольствием рассмотрю, что знаю, расскажу. Ну, что не знаю, придумаю или подготовлюсь как-нибудь. Ну, что-нибудь придумаю. Ладно, ребят. Еще такой нюанс. Не забывайте обязательно ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал, кто еще не подписан. Жмакаем обязательно на этот колокольчик. Обязательно, обязательно. Это очень важно, дабы продвигать канал. Канал немножко молодой пока что. Ну, это опять же все дело наживное. Ладно, ребята, всем спасибо. С вами был Вилли. До новых встреч. Увидимся.